Сегодня у нас 5 мая 2020 год. Я пришел на Рыжсковский пруд. Сейчас покажу его. Вот так вот дамба выглядит, начало дамбы. Вот сам пруд. Вот тут видно, наши работяги работают вовсю, свежие следы бобринные. Скоро вообще ни одного кустарника здесь не будет. Все вырежут зубами своими. Вот пришел, чтобы установить тут дамбу немного. Вот она обвалилась. Вот был я в четверг на той неделе. Вот тут немножко заделал, только немного. Надо еще поднимать, тут еще несколько сваев установить, потому что там обрушение происходит. Вот. Что тут еще дальше? Здесь вот, здесь только надо будет подделать. Свай еще выдержат. Длинно натолкать стену. Здесь вот свая лежат. Я еще их не поднимал, в тот раз пришел, а веревку с собой не взял. Надо будет веревку в этот раз взял, с крючком буду поднимать. Вот здесь вот, похоже, что нора бобринная. Только непонятно, откуда у него заход. Вот здесь проходит, пролазит. Вот, может, даже у него обрушилось то, что он делал. Хотя он строитель-мастер. Наверное, он бы сделал так, что обрушилось у него. Но он не человек, может, тоже не предусмотреть всего. Вот здесь вот тоже надо будет сваи вставлять. Сейчас я посмотрю, какую первую очередь надо сделать. Здесь вот здорово вообще тоже обрушение происходит. Сейчас постепенно буду все заделать вон там дальше. Ну, то есть много всего. Вот наши птички тресогуски. Она, красавица, ходит. Что-то ищут же, находят себе. Господь питает птиц небесных. Ну, вот у меня сегодня, что я с утра читал одного святого отца, Кирилла Иерусалимского, по учению. Там по учению у него как оглашенные и тайноводственные. То есть оглашенные те, которые готовятся к крещению. Очень советую всем почитать, в интернете этот материал есть, Кирилл Иерусалимский, архиепископ. Сейчас я тут установлю, а то что там криво стоит она. Сейчас буду подтаскивать вот эти наши колышки, большие сваи и буду их вбивать. Но прежде надо будет помазать. Вот часть принес, потом еще принесу. Сейчас схожу за отработкой. Да, вот принесу тоже. Вот это может быть много шпал. Четыре пока хватит. Надо уже потом туда на другое место унесу. Поехали. 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 Так, вот. И чем же интересно это поучение Кирилла Иерусалимского, что он когда был в то время подготавливал новокрещенных, то есть, вернее, готовящихся к окрещению, и в этом важные истины там возвещал. И потом многие люди на этом научались из его поучений. Он говорил о том, что если даже ты, говорит, человек, многие, то у нас даже сейчас в наше время мы видим, многие люди приходят именно к окрещению из любопытства. Не из-за того, что им это, они уверовали во Христа, или там захотели познать истину, в чем смысл человеческой жизни, нет. Они приходят ради интереса, то есть, авось, да небось, как говорят, что-нибудь да случится с ним. Пил, курил, блудил, матерился, может, войду в купель, оттуда выйду и буду как голубица, то есть, отищенный. Нет, и вот он об этом говорит, что если даже ты с таким намерением приходишь к окрещению, даже если ты как Симон Волф, который крестился, ты зашел туда, да, крещение принял, но телом ты сошел в воду, а с Духом ты не соединился. То есть, это почему называется таинство крещения. То есть, оно незримо происходит, твое воссоединение со Христом, с Духом Святым. И это уже только потом можно будет увидеть у человека по плодам. То есть, руководим ли он Духом Святым, соединился ли он с Ним. И вот так же здесь происходит, говорит, если в тебе какой-то горький корень остался, ты будешь причинять себе вред, во-первых, и потом еще во многих будет, многим будешь причинять вред. Ну и дальше он приводит, это апостол Павел об этом говорит, о корне зла. А так же он приводит местописание, это Матфея 22 глава, там говорится о брачном пире, он приводит притчу, что да, там сидел один не в брачной одежде. То есть, да, он вошел в церковь, крещение принял, потому что брачное, это именно крещение дается, крещение в брачной одежде. Но так как он не соединился со Христом в крещении, то он был в небрачной одежде и был изнан вон. А мы, говорит, как священнослужители, те, которые должны получать народ, наставлять перед крещением, наставляем, да, мы, говорит, как преддверники, которые всех пускают, то есть, потому что пир, а двери открыты для всех. Вот, и мы только уже там, в Царстве Небесном, Господь будет уже, когда на Суде Божьем будут определяться, как ты подошел к крещению, с какой целью, с каким намерением, с желанием ли соединиться с Христом в вечности, или просто из любопытства. Еще раз повторюсь. То есть, вот такие вот размышления в течение рабочего дня иногда происходят. А бывает, как говорится, в Слове Божьем, у глупого, говорит, мысль, как вертящееся колесо, вертящееся. Ну, то есть, одна и та же мысль, одно и то же предложение у тебя постоянно крутится в голове. А когда Господь дает Духом Святым, это у тебя уже идет в виде проповеди. То есть, ты сначала начинаешь продолжение проповеди и знаешь, чем закончено. А уж там в дальнейшем, когда человек начинает проповедь или писать, или говорит где-то, там уже Дух Святой направляет, как и что сказать. То есть, все в руководстве Духа Святого. Почему апостол Павел об этом и говорил, что явился вам, говорит, в силе благодати именно, а не в какой-то красноречивом слове. Потому что все действует благодать на человека. Крещение – это третий этап. Как вот Феофан Затворник говорит, три вида благодати. Призывающие, обращающие и освещающие. Вот мы должны освещаться. Интересно. Уходил. Думаю, куда лопату сунуть. Ну, вот так вот сделал ее. Черешок торчит. Особо прятать-то негде. Можно было бы куда-нибудь кусты там залезть. Ну, не стал уже. Думаю, ладно. Кувалду я тоже спрятал. Сейчас скажешь, покажешь, а потом будем знать, если люди будут смотреть. Ну, покажешь, я буду уже прятать в другом месте. Уже не в этом месте. Вот здесь прямо в куче спрятал кувалду под глиной. Потом раскрою ее лопатой. Ну, то есть, как говорят, голь на выдумке хитрая. Стараешься, как что-то сделать. Все, я сейчас буду промазывать, устанавливать. Долго снимать не буду, потому что это время затяжное получится. Долго снимать не буду, потому что это время затяжное получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Сейчас буду забивать сваю эту небольшую ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 вот такие у него зубчики хорошие зубы карандаши затачивать отлично по-разному где тонко где толсто красавец какой вот так все чудно эти палки здесь водичка бежит немножко по краю видно подтекает она будет затрамбовать на на может даже в первую очередь сейчас сделать вот здесь вот куча тоже всего нам его там мы и дальше уже не стали материал использовать доски вот это забивать саман с глиной провели траншею то что доски сделал это влага конечно здесь вот ввалилась часть была ровная сделана думаю дальнейшем за летом еще подсохнет трава будет прорастать при он такой этот трава вот это пырей в огороде где у тебя все растет он как сорняк не знаешь как от него избавиться а здесь благо что у него него система мощно хорошо все везде затягивает сразу все укрепляется вот так принципе день проходит с божьей помощью все слава богу за все аллилуйя